Подготовку к уборочной кампании обсудили на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Руденя. Глава региона обозначил приоритетные задачи по проведению верхневой же сезонных полевых работ. И не менее важным стал вопрос увеличения размера единовременной региональной выплаты военнослужащим контрактникам. Все подробности в сюжете Анастасии Новичковой. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Руденя первым вопросом рассмотрены ход сезонных полевых работ и подготовка к уборочной кампании на территории Верхневолжья. Сельское хозяйство в Тверской области последние годы наращивает объемы производства. В 2023 году рост составил 17,4% к уровню 2022 года. В текущем году мы видим позитивную динамику по поводу сельхозплощадей, по активности сельхозпредприятий, которые работают на территории Тверской области. Конечно, задача стоит привлечение нашей молодежи в ряды сельхозтоваропроизводителей. Смотрим эффективность выпуска специалистов, которые задействованы в сельском хозяйстве средних профессиональных, образовательных учреждений из высших учреждений. В Тверской области идет активная подготовка молодых кадров для отрасли и практика на предприятиях региона. Задача сделать работу в сельском хозяйстве привлекательной для молодежи. В полевых работах задействовано 2500 тракторов и порядка 2000 единиц прицепного оборудования. Регулярно проводятся мероприятия по их техническому осмотру. В 2024 году хозяйствами региона при господдержке приобретено 44 новых единицы техники. Это тракторы, кормоуборочные и зерноуборочные комбайны. Одно из основных направлений поддержки на ввод в оборот ранее неиспользуемых земель сельхозназначения. В регионе это возможно на льготных условиях. Арендная плата равна земельному налогу. А выкупная стоимость арендуемых земельных участков составляет 20% от кадастровой стоимости. Кроме того, разработан законопроект для дополнительных льгот по выкупу земель сельхозназначения для ввода их в оборот. Мы занимаемся реализацией ряда инвестиционных проектов. В частности, по увеличению объемов производства овощей открытого грунта. И затрагивался вопрос строительства жилья для работников предприятий в сельских территориях Тверской области. Эффективность работы сельхозпроизводителей во многом зависит от государственной поддержки. Губернатор Игорь Рудене обозначил необходимость усилить направление предоставления жилья для закрепления специалистов и их семей в сельском хозяйстве. Сейчас с Верхнего уже идет заготовка кормов – важный этап сельскохозяйственных работ. Наличие качественной кормовой базы – одно из ключевых условий для развития животноводства. На заседании рассмотрели еще один важный вопрос – увеличение размера единовременной региональной выплаты военнослужащим по контракту. По инициативе губернатора Игоря Рудене размер выплаты будет увеличен с 305 тысяч рублей до 515 тысяч рублей. Считаем, что это необходимая мера поддержки. И для тех, кто принял решение сегодня поддержать страну, участвовать в специальной военной операции, мы сделаем все необходимое для того, чтобы их семьи находились в должном, хорошем материальном положении. С учетом увеличения и размера федеральной выплаты военнослужащие-контрактники из Тверской области смогут получить единовременно при заключении контракта 710 тысяч рублей. Кроме того, решением главы региона, участникам СВО и их семьям введена поддержка до 150 тысяч рублей на газификацию домовладений. Также напомним, что в Верхневолжье действует комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их семей.